Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя, Перри Стоуна. У нас очередной чудесный день с группой из семи автобусов. Мы чудесно проводим время, это второй день тура. Я нахожусь на месте, на котором вы видели меня несколько раз на фестивале Манны. Я подготовил для вас новое послание из Каразима. Это один из городов, в котором бывал Иисус. И одно дело смотреть на эти камни, а другое быть здесь, не так ли? Несколько лет назад на одной из наших конференций я подготовил послание под названием «Тайна небесного субботства». Вы скажете, что это означает. Вы узнаете, если будете с нами в ближайшие 22 минуты. Я хочу прочитать стих из послания к евреям. Там сказано, «То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус новин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, или покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Вот о чем здесь говорится. Во-первых, мы должны понять, что эти слова были написаны иудеям. Иудеи знали Тору, закон и пророков. Они также знали все традиции древнего Израиля, которые передавались из поколения в поколение. Эти люди также знали, что народ Израиля впал в неверие, когда вышел из Египта. Из-за неверия, как говорят псалмы, они не смогли войти в землю обетованную и блуждали в пустыне 40 лет. Послание к евреям, начиная со второй главы, учит опасности неверия. Это очень важно, потому что есть пять мест в послании к евреям, которые предупреждают об этом. Их рассматривали с разных сторон, разные динаминации в разные годы. Их называют пять мест предупреждений из послания к евреям. И вот о чем они говорят. Я поделюсь с вами контекстом. В церкви, где я рос, любили проповедовать так. Невозможно, чтобы однажды просвещенному снова каяться. Все были напуганы до смерти. Они думали, что если сделают что-то плохое, то попадут в ад. Я не шучу. Когда я пошел в служение, то сказал, «Я должен знать контекст, потому что существует опасность». И вот в чем она состоит. Если вы читаете стих без контекста, то можете впасть в заблуждение. Вот о чем говорит Павел. Евреи знали о семи праздниках, шаббате и новолуниях, а также о жертвоприношениях. Хотя Иисус умер и воскрес, жертвы в храме продолжали приносить вплоть до 70-го года нашей эры, до уничтожения храма. То есть, когда Павел писал послание к евреям, евреи, которые не были последователями Христа, продолжали ходить в храм и приносить жертвы за грех, как требовал того закон. И вот в чем была проблема. Павел говорил новообращенным верующим иудеям, «На вас давят ваши родственники, чтобы вы приносили жертвы за грех в храме, чтобы получить прощение грехов». Вы не можете делать этого. Вы уже приняли Христа, который стал последней жертвой за грех. Если вы удалитесь от крови Христа или его завета и вернетесь к жертвам, то не останется больше жертвы за грех. Иначе говоря, то, что вы делаете, будет полностью бесполезным. Это было предупреждение о возврате к неверию. Он сказал, «Если вы хотите вернуться к неверию, к старым путям, то не остается больше жертв за грех. Вы будете приносить кровь животного, которая никак не поможет вам, и тем самым будете попирать кровь Сына Божьего». Целая часть послания к евреям говорит о неверии и отступничестве. И она особенно актуальна в контексте. В послании к евреям Павел 11 раз использует слово «покой» в отношении Божьего народа. Я решил выписать эти стихи, потому что решил, что они очень интересны. 11 раз, когда он говорит о покое, то использует одно греческое слово, которое означает «лечь» или «отдохнуть телесным». Один раз Павел меняет это слово на совсем другое. И это слово «сабатисмос». Именно от него происходит слово «суббота». Он говорит, «Вы входите в покой». На седьмой день Бог почел. Вы должны отдыхать. Суббота. Суббота и еще раз «суббота». Покой. Обычная суббота. Но он использует слово, которое означает «отдохнуть» или «прилечь». Но здесь он говорит «посему». Для народа Божия еще остается покой. Это слово «покой» на греческом меняется на слово, означающее «субботу». А вот что он говорит. «Посему для народа Божия еще остается суббота». Он не говорит о субботнем дне, потому что не говорил бы о другом дне. Он говорит о том, когда народ Божий отправится на небо, когда мы будем забраны, чтобы встретиться с Господом в воздухе. Тогда мы оставим свои дела. Вот чему учил Павел. Он говорит, что прекращая дела, мы переходим к небесной субботе. Я хочу поговорить с вами об этой небесной субботе. Она связана с днями сотворения и теорией семи дней и семи тысяч лет. Давайте вернемся к началу творения. Мы не будем противопоставлять сотворение эволюции, и то, как креационизм подтверждается сегодня. Я хочу придерживаться Писания. В Библии говорится, что за первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой день Бог сотворил все. В шестой день Он создал человека. Затем мы читаем в Библии, что на седьмой день Бог почил. Библия говорит, не дремлет и не спит, хранящий Израиль. Так для чего же Богу был нужен отдых? Ответ простой. Он не нуждался в телесном отдыхе, потому что он дух. Бог есть дух, как сказано в Евангелии от Иоанна. Ему больше не было нужно что-то создавать. Ничего. Каждый день Он создавал что-то. И Он создавал то, что было необходимо для следующего дня. Он не создал человека первым. Ведь не было сада, не было еды, не было животных. Вы понимаете, да? Вот почему Бог создает в один день что-то, что будет необходимо во второй день. И так далее, и так далее. И когда Он доходит до человека, то у Него есть все необходимое. За исключением женщины. И кто-то скажет, почему Бог назвал ее женой. А все потому, что когда Адам увидел ее впервые, то вскрикнул «Ой, от радости!» Ну, это я сам придумал, конечно. Дедушка только что свалился со стула дома. Вы слышали, что он сказал? И вот что я хочу донести до вас. Библия говорит в Псалмах и во втором послании Петра, что один день с Господом как тысяча лет, а тысяча лет как один день. На основании этих двух стихов первые отцы второго, третьего и четвертого столетия придумали следующую теорию. Было шесть дней сотворения, которые были связаны с Землей и человечеством. Если один день представляет одну тысячу лет, то до появления человека должно было пройти шесть тысяч лет до того дня, когда человек получил власть над Землей. В какой-то момент после шести тысяч лет должен был наступить День Господень. Опять же, теория такова. День с Господом как одна тысяча лет, а одна тысяча лет как один день. И вот почему некоторые первые отцы учили, что в 20 главе Откровения, когда мы будем править со Христом на Земле на протяжении одной тысячи лет, стоит фраза «День Господень». Он будет править не один день, а одну тысячу лет. И это представляет седьмой день, в который Бог почил. Эта теория вызывает некоторые затруднения, если строго следовать числам. Например, давайте поговорим о шести тысячах лет. Мы знаем, что некоторые первые отцы совершили серьезную ошибку в определении времени рождения Иисуса Христа. Они использовали септуагинту вместо того, чтобы строго следовать еврейским писаниям. Я объясню, почему. Септуагинта — это перевод с иврита на греческий. В богословии она обозначается как «Л-Х-Х». Если вы видите эти буквы, то значит, что использовалась септуагинта. Все потому, что в переводе участвовало 70 человек. По какой-то причине в септуагинте отсчет лет от Адама до рождения Христа перепутан. один из первых отцов заявил, что от сотворения Адама до рождения Иисуса прошло 5500 лет. На самом деле нет. Многие проводили эти подсчеты. Мне не нужно садиться и пересчитывать все. На самом деле, по приблизительным подсчетам, ведь мы не знаем точного года рождения от Адама до рождения Иисуса прошло 4004 года. Но ко второму столетию отцы церкви начали учить, что если Иисус родился через 5500 лет после Адама, то 6000 год выпадает на пятое или шестое столетие. И это очень интересно. И вот, что тут у нас происходит. Они начали ожидать конца века между пятым и шестым столетиям. Если вы посмотрите на Септуагинту и ее перевод 6000 лет, то мы получим времена Святого Абгустина. Так почему же это интересно? Потому что Господь не вернулся после 6000 лет. И вот, что начало происходить в церкви. Вы должны это услышать. К шестому столетию христианская церковь начала понимать, что Господь не пришел после 6000 лет. Проблема в том, что они ошиблись на целых полторы тысячи лет. А все потому, что от Адама до Христа было 4000 лет, а не пять с половиной. Надеюсь, вы понимаете. Я хочу убедиться в том, что вы понимаете. И тогда они начали менять богословие в христианской церкви. многие ожидали, что Господь придет во времена Иоанна. А когда Иоанн умер в сотом году, то начались гонения. И отцы начали говорить об Антихристе и о десяти царях и скорби. Это учение продлилось 200, а то и 300 лет, пока не пришел Константин Великий. Он узаконил христианство и прекратил гонения на христиан. Когда это случилось, то церковь начала считать, что церковь это царство, царство Бога на земле. И она начала устанавливать царство на земле. А затем пришел Святой Августин и написал аллегорию к книге Откровения. Она называется Ограде Божьем. Богословие начало меняться, потому что они начали видеть, что их предсказания не сбывались. Между шестым и седьмым столетием возникло новое богословие. И согласно ему, Папа Римский был наместником Христа на земле. Католическая церковь должна была установить царство и управлять землей на протяжении одной тысячи лет. А вот почему мы видим, что Папы Римские пытались управлять королями, объявляли крестовые походы. Никто не объяснит вам этого, если вы не исследуете историю. Все это связано с ошибкой в подсчете времени. Я не говорю, что это сделала католическая церковь. Это были первые отцы. Они перепутали время. А вот факт, о котором я хочу поговорить. если взять еврейское время сотворения Адама за 4004 года до рождения Христа, то мы можем добавить к этому еще 2000 лет и получить 6000 лет. Но возникает при этом другая проблема. Какой календарь нужно использовать для подсчета года? У мусульман, к примеру, в календаре 354 или 355 дней. Это лунный календарь. У евреев лунно-солнечный календарь. Их год состоял из 360 дней. Я не хочу углубляться в объяснение. Когда начинаешь делать это, то люди пугаются. Этому нужно учить на курсах, а не по телевизору. В григорианском календаре было 365 дней. Большинство языческих стран используют его и сегодня. Если мы пытаемся отсчитать 6000 лет от дня сотворения, чтобы подойти к тысячелетнему царству, седьмому дню или дню Господнему, я уже говорил, что один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Нет никаких сомнений в том, что тысячелетнее царство это тот шаббат, о котором говорил Павел. Это покой, в котором больше не учатся воевать, в котором мечи перековывают на орала, и в котором на земле царит мир. Он говорит об этом промежутке времени со святыми Божьими во Христе. И многие пытаются просчитать это время. Я помню, как перед 2000-м годом все говорили, что тогда наступит конец. Кто из вас это помнит? Кому из вас пришлось целую вечность питаться бобами, что вы купили на этот день? Некоторые из вас слишком молоды, чтобы знать об этом. И вот что я хочу сказать. Я не хочу заканчивать на этом. Если взять время Господа из Даниила 9-й главы и время от первого указа о восстановлении Иерусалима, 483 года, мы придем к распятию Иисуса. В этих семи годах не хватает одной пророческой недели. Это и есть скорбь. Мы всегда говорили об этом. Три года назад я говорил с пастором Уилле в Талсе, и мы согласились в том, что если и отчет, и нужно начинать, то начинать его нужно с распятия и смерти Иисуса, которая произошла где-то на 32-м году нашей эры. То есть 2000 дадут нам 2032 год. Вы понимаете, что я имею в виду? Я не предсказываю дат, я думаю, что Бог специально скрыл их от нас. Было шесть дней сотворения для человека, а затем Бог почил. Затем от Адама, и до времени возвращения Господа должно пройти шесть тысяч лет, и тогда начнется тысячелетнее царство. Это будет седьмой день. Бог почил в седьмой день. Есть принцип Божьего отдыха в седьмой день. Разные люди, математики, доктора наук, пытались просчитать эту дату, но возникает проблема из-за календаря. Еврейский календарь на 200 лет отстает от нашего календаря, но это сама по себе другая история. А наш календарь на время записи этой передачи дает на 2020 лет. 2000 и 20 лет. Уже прошло 20 лет со времен 2000 года, но так ли это? Каков настоящий календарь Божий? Как бы мне хотелось, чтобы у меня было время, чтобы рассказать об этом. Но это тема для целого послания. Не знаю, почему затрагиваю такие вопросы, когда у меня осталось всего три минуты. Я верю, что Бог допустил то, чтобы мы не понимали этого полностью, потому что Христос сказал, «О дне же том и часе никто не знает, а только Отец мой один». Я думаю, Он сделал это для того, чтобы мы не могли разобраться в этом. Даже лучшие математики и ученые мира после множества заседаний не смогли прийти к согласию в вопросе времени. Стоит ли отсчитывать время от рождения или от воскресения или от дня рождения церкви на Пятидесятницу во время наполнения язычников, и когда закончится время язычников, то будет ли это кульминация? Если отвечать на все эти вопросы, то получится новый цикл. Мы можем рассматривать множество аспектов, но вот что я хочу донести до вас, что не дает вам войти в покой, что не даст вам попасть на небо, что удержит вас от вещей, которые Бог запланировал для вас, как для человека, сотворенного по образу Его. Это когда вы не следуете за Ним в завете с Господом Христом. Люди спрашивали меня, ты считаешь, что Иисус единственный путь на небо? Так говорит Библия. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Если вы не знакомы с заветом Иисуса, то кому мало доверено, с того мало спросят, а кому много доверено, с того много и спросят. Мало что требуется от человека, который никогда не слышал о Христе. Евангелие. вы смотрите фестиваль Манны и слышите, как я рассказываю о пророчествах, о том, что Иисус Христос Сын Божий, об Искупительном Завете, который дает вам спасение и освобождение от греха, даруя жизнь вечную, вы несете ответственность за услышанное. Чтобы вступить в Завет с Иисусом, вам нужно лишь однажды услышать Евангелие. Вам даже не нужно полностью понимать его. Но, как говорит Павел, Бог дал небесный покой с уботством. Вот почему скорбь длится семь лет, потому что мир должен пройти через шесть лет скорби. Мы будем находиться на небе на протяжении этих шести лет. Мы будем поклоняться, получать награды, как говорит Откровение, 11 глава, 18 стих, а последний год, седьмой день. Это шаббат. Семь дней работай, а в седьмой отдыхай. После того, как мы получим награды, мы пойдем на брачный пир Агнса. А знаете, сколько он длится? Один год. А откуда я это знаю, спросите вы меня? В Ветхом Завете, когда вы женились, то вы с женой отдыхали один год, чтобы узнать друг друга. Брачный пир это седьмой год скорби, а на седьмой год на небе нас ждет субботний пир. Брачный пир это все в Библии. Надеюсь, это помогло вам лучше понять суть. Я немного отвлекся от плана. Но это нормально. Я хочу, чтобы вы спаслись, родились свыше, вступили в завет с Господом Иисусом Христом и пригласили Его в свою жизнь, в свое сердце, чтобы Он стал вашим Господом. Поверьте, что Бог воскресил Его из мертвых ради вас. Помолитесь об этом, а затем напишите мне о том, как Бог коснулся вашей жизни через нашу передачу. Я вернусь к вам через минуту. У нас есть новое предложение для вас. Мы приехали в Каразин, и нас 250 человек со всего мира. Это ваши 5 секунд славы. Прославьте Господа! Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга Откровения или Апокалипсисом интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, а есть ли это в книге Откровения? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники? И ответ на это – да. У меня в руках сборник из семи DVD, не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги Откровения от первой главы и до Аминь 22 главы. Вот название некоторых DVD. Код Апокалипсиса и Небесный Храм, Небесный Тронный Зал, Священство и Начало Скорби, Два Свидетеля, Бема, Дракон и Царство Зверя, вот еще один Исламский Антихрист, Лже-Пророк и Империя Зверя. Еще один DVD называется Загадочная метка три шестерки. Загадочная женщина и тайна Вавилон. Вот чудесный диск Тысячелетний код, Тысячелет правления Христа Царя. Еще один диск называется Когда Сатана будет связан, а небеса спустятся на землю. Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвования в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Я Брайан Катшелл, и сегодня я заменяю Перри Стоуна. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение о том, почему некоторые христиане выступают против Вознесения. Это хороший вопрос. Я не знаю, зачем кому-то, кто читает Библию, выступать против Вознесения Церкви. Лично я с нетерпением жду Вознесения. Это одна из тех вещей, которая видна во всей Библии. Это не событие, а шаблон, который мы видим в Бытие, начиная с Еноха и далее к Илье, пророкам, Иисусу. Это удивительное событие, которого ждем мы все. Я знаю, что вам понравилось это учение, которым Перри делился на Елеонской горе. Именно туда Христос вернется во время Второго пришествия. Это был чудесный день для изучения Слова Божьего. Я знаю, что вам понравилось. Кстати, если вы любите подобное учение о последних временах, то вам понравится наше предложение месяцем. Мы предлагаем сборник «Раскрывая код апокалипсиса по скидочной цене». Этот сборник посвящен книге Откровения. Если вы хотите лучше понять книгу Откровения, то вам нужен этот сборник. Следите за информацией на экране, чтобы узнать больше о нем. Вскоре у нас будет тур по Израилю. Если вы любите Израиль и любите подобные учения, то вам стоит записать эту информацию. Мы расскажем вам о том, как присоединиться к Перри в Израиле в 2020 году. Сейчас в мире карантин. Это время ожидания, тревоги, в котором тяжело заглянуть в будущее. Но я верю, что Божье Слово ведет и направляет нас в подобные моменты. Хоть мы не можем заглядывать наперед, мы знаем, что Бог рядом, что Он ждет нас, что Его благословения рядом. Все это готовит нас к удивительным событиям в этом мире. Я имею в виду, прежде всего, пришествие Господа и пробуждение на нашей земле. Я верю, что это время напряженной молитвы, которое принесет нам пробуждение. Я жду хорошего и чудесного впереди. Я верю, что слава Божия явится по всему миру. Уверен, вы тоже. Если вы хотите получить больше наставлений, то я советую вам посетить сайт ISO Международные Школы Слова. Заходите на наш сайт, и вы найдете много удивительных ресурсов. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Пусть Он осенит вас и даст вам сил в жизни. И когда вы будете проводить это время наедине с Богом, не забудьте помолиться за наше служение. А мы, в свою очередь, будем и дальше молиться за вас и за другие служения. Перри Столн приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok